Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо организаторам за возможность выступить. Доклад мой будет о значении латинской поговорки «фидес грайка», она же «фидес грека». И надо сказать, что вообще есть такая отдельная сфера исследования древнеримского понятия «фидес». Это понятие очень сложное, многогранное и в силу своей значимости для римской культуры и с точки зрения сложности семантических связей, которые заложены в это понятие. Как заметил еще Эмиль Бенвинист, это и доверие, которое оказывается кому-то, и в ту же очередь это верность, которая оказывается в другую сторону, напротив. То есть это и доверие, и верность, и вера уже в позднюю эпоху. И вот в рамках этого направления есть отдельная область. Аспект исследования – это фидес пуника. И пунистская верность – на самом деле пунистское коварство, вероломство, название для неверности, которую проявляли карфагенине. И существует большое количество работ, исследующих этот аспект и в рамках исследования карфагена, но в то же время и для исследования фидес, потому что очень важны для нее исследования именно этих антонимов так называемые слова-маркеры, слова-границы, которые показывают границы верности. И через это мы точнее можем понять, что же точно не входит в понятие фидес. Но когда упоминается фидес пуника, часто и в исследованиях, и в словарях, везде дается в скобочках уточнение – фидес грека. И это выражение идет как полный аналог, синоним более распространенной фидес пуника. Им дается одинаковый набор значений, одинаковое нарушение слова, вероломство, нарушение обещаний клятв, лжесвидетельства и неискренность. И в то же время одинаковый набор значений, то есть они идут как полные синонимы. Дальше в них прослеживается в этих определениях, что и греки, и карфагенины – они клятва преступники. И эти пословицы относятся как характеристика какого-то народа. И предполагается, что они имеют иронический характер. Ну и здесь возникает много вопросов. Почему? Откуда взялась эта идея о синонимичности этих понятий? Все-таки, может быть, фидес грека имеет какие-то собственные семантические тонкости и значения? И почему нельзя сказать просто пунийское коварство или греческое коварство? Почему надо это передавать через слово фидес? И вот если проанализировать историю вопроса, кто из исследователей изучал эту поговорку, то по сравнению с фидес пуника она гораздо реже попадала в ракурс внимания научного. И вообще, видимо, первый, кто ее выделил, это как отдельную поговорку, это Эразм Роттердамский. В 1500 году в Адаге он разделил, что есть фидес грека, есть фидес пуника, есть фидес атика. Но при этом он замечает, что сам он не очень видит разницу между этими пословицами, между фидес пуника и фидес грека. Возможно, он предполагает, что здесь есть какой-то иронический характеристика, специфика, но он не уверен в этом. Но не точно. Значит, затем, уже в XVIII веке, фидес грека рассматривалась пословица английским исследователем Джоном Поттером в его труде греческой археологии или греческие древности. Он отталкивается от поговорки и затем приводит многочисленные примеры греческих предательств и коварств, которые как бы всем известны. И пишет, что поговорку стали применять к людям, колеблющимся, непоследовательным и непригодным для того, чтобы им доверяли или полагались на них. В XIX веке уже в журнале The Classical Journal есть статья о неверности древних, и заметка подписана только инициалами АМ с указанием афиляции, что это Кембриджский колледж святого Иоанна. И автор использует поговорку фидес грека как общее номинование неверности греков и отталкивается от нее, далее рассматривает ряд примеров, очень многогранных, разных, и поскольку они не вписываются все в одну теорию, что греки коварны, он предполагает, выдвигая теорию, что на самом деле была некая трансформация, что сначала греки понимали, что такое доверие, они знали, что такое доверие в слово и полагаться на слово, а потом нравы испортились, и вот теперь пословица фидес грека отражает вот эту трансформацию. Если, да, в 20 веке эта фраза использовалась очень часто, и я выделила только те примеры, когда именно исследовалась поговорка, использовалась поговорка. Но в 20 веке именно исследователи Карфагена рассматривали, использовали эту поговорку, так же как общее название для неверности греков, и они вообще объединили фидес грека и фидес пуников, потому что они сказали, что именно греки научили карфагенян коварству, потому что грекам было свойственно понятие стратегема, мэйтис, и вот не зря у Ганнибала учитель был грек сосил, и вот он научил его этому греческому коварству. Поэтому вот писатели, которые были исследователи в 20 веке, они говорят, что без разницы, как употреблять фидес грека или фидес пуника, потому что это имеется в виду одно и то же. Вот это, видимо, и закрепило в словарях и в энциклопедиях такое вот еще более прочно вот это объединение между двумя этими поговорками. Однако следует сказать, что такое смешение следует, наверное, разделить значение и сказать, что фидес грека есть выражение для обозначения греческой ненадежности вероломства, которую используют как термин в научных работах, а есть фидес грека именно поговорка в использовании древнеримских авторов. И вот следующая задача была посмотреть, как именно древнеримские авторы используют эту поговорку непосредственно в текстах. И оказалось, что всего лишь три случая есть употребление этой поговорки. Значит, первый случай, самый главный, на который ссылаются все, это отрывок из Плафта, из комедии «Ослы». Это диалог между сводницей Клиаретты и юношей афинским Аргирипом. И Клиаретта, она не хочет предоставлять услуги Аргирипу только за наличный расчет. Она хочет конкретно, чтобы ей оплатили ее услуги. И она сомневается в его платежеспособности и предпочитает реальную оплату обещанием на словах. И вот именно она говорит юноше, что день, воду, солнце, луну, ночь – это я серебром не покупаю. Прочее, что мы хотим использовать, мы приобретаем греческой верой. И вот комментарий к этому отрывку Эразма Роттердамского, что Плафт употребляет это выражение, когда нет ни авторитета слова, ни договора, соглашения, но только наличные деньги. Грека Фида Меркари означает покупать заготовые деньги, как будто без этого с греками нельзя было связываться. В древности из-за легкомыслия греков никто им не доверял. Если они что-либо обещали, если при этом они не предоставляли наличные, то поэтому говорят, что дело совершается греческой верой, когда торговая сделка осуществляется, не полагаясь на авторитет слова. Однако тут можно также выделить и некую другую сторону. Дело в том, что все комментаторы отмечают, что здесь идет речь об описании конкретного способа сделки. За наличный расчет, за деньги, обмен. И особенностью является, что инициатива по установлению этих отношений торговых через греческую веру исходит от продавца, который выбирает эту модель взаимодействия для проведения сделки. И здесь вообще речь идет о том, что Клеорета не доверяет грекам. Она в принципе не только с этим юношей так разговаривает, абсолютно со всеми. И в данной ситуации ей все равно, что перед ней грек. Это вообще ее модель поведения. С греками или с римлянами, неважно. Значит, это первый случай. Второй случай – это уже IV век нашей эры. Письмо древнеримского поэта Авсония, где он приглашает друга Павла в загородное имение, и он рисует картинку радужную, как они прекрасно будут в этом имении отдыхать, проводить время. Но друг-поэт, и вот он должен привести с собой обязательно новейшие произведения и совершится обмен. Развлечение в обмен на стихотворение. Значит, на бискум инвениес кат иноплия. И кат иноплия – это комментаторы говорят, что в принципе это аналог квит-прокво, такой взаимовыгодный обмен, имеется здесь в виду. То есть со мной ты найдешь возможность договориться взаимовыгодно, если решишь воспользоваться не пунийской, а греческой верностью. В этом случае опять доверие проявляется именно со стороны инициатора отношений. Во-вторых, греков здесь вообще нету в контексте никаких. И мало того, здесь есть разделение между пунийской верностью и греческой верностью, как два разных абсолютно вида верности. Третий момент, третий случай употребления этой поговорки – это также Апсоний. В своем письме, опять же, другу, он просит помочь судном, чтобы забрать из разных поместьей товар, собрать в разных имениях, и рассказывает о управляющем своем Филоне, который был крайне неудачлив в сельском хозяйстве. У него ничего не росло, ничего не получалось. И тут он решил начать торговлю, но не просто торговлю, а именно греческой верой посредством нее. И он начал торговать так профессионально и успешно, что обменивает он соль на зерно, и, в общем, все имение теперь процветает таким образом. То есть, опять же, в этом случае никакой негативной коннотации нету. Опять же, инициатива отношений исходит от самого грека, видимо. Ну, мы не знаем, грек ли Филон или нет, но, в принципе, можно предположить, что он мог быть греком. И следующий момент, что это имеется в виду конкретный обмен. Обмен товара на товар. То есть, на основе вот этих трех примеров получается следующая картина. Если мы смотрим толкование Фидес Грека в словарях или в научных трудах, то получается, что есть люди, греки, которым нельзя доверять. Они клятвопреступники, обманщики. И поскольку им нельзя доверять, с них можно взять только деньги, чтобы не быть обманутыми. А согласно поговорке, вот в авторском использовании в латинских текстах оказывается, что речь идет о человеке, который боится оказывать услугу на основе доверия к слову, как того требует древнеримская Фидес, а предпочитает наличный расчет. Инициатива такой сделки исходит именно от этого человека, который, в принципе, не обладает достаточным уровнем доверия. Выводы следующие. По-моему, следует разделять употребление выражения в научной литературе термина для обозначения всем известного греческого коварства. И отдельно поговорку. Если мы говорим о поговорке, то она имеет набор конкретных значений. Это наличный расчет, это обмен, это сделка, основанная не на доверии к слову, а на каком-то другом основании. И также Фидес Грега относится к ненадежному клиенту скорее, не к ненадежному клиенту, а скорее к сфере торговца. И важно отметить, что эта поговорка имела распространение именно в латинском языке, не в греческом. И, скорее всего, это разграничение важно именно было для римлян и подчеркивало важность доверия слова именно для римской культуры. Здесь имеет место признание некой другой системы координат, иного концепта верности, не основанного на доверии к слову. И вот это осознание греческой инаковости, особого подхода, можно, наверное, объяснить, что используются не конкретные негативные слова, как перфидия, фраус, инфиделис, а именно слово Фидес, но просто это некий другой концепт. Также надо заметить, что, в принципе, если связывать эту поговорку с неверностью греков, то если проводить аналогию, что пунийская верность связана с Карфагеном, это давно не так, потому что в научной литературе сейчас принята позиция, что это выражение вообще появилось в позднюю эпоху, а не во времена пунических войн. То есть это, опять же, отражение некого иного концепта, а не конкретно вероломного характера карфагенян. И главное, что Фидес Грека означает не вероломство или неверность, а доверие особого вида, который люди оказывают друг другу, когда обменивают товар на товар или деньги. Спасибо большое. Если можно выключить, пожалуйста, презентацию, чтобы мы могли видеть остальных. Остановить презентацию красненькой. Спасибо. Спасибо большое за ваш доклад. Я бы хотела спросить следующее. Правильно я понимаю, что одно из значений Фидес это в том числе и клятва верности. И в этом смысле можно сопоставить с греческим термином «хоркус», что имеет примерно такое же значение, клятва верности. И вот Фидес Грека – это такая клятва, которую человек нарушает. Слово его только будет не сдерживать. Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что на самом деле, наверное, вообще очень мало есть общего между Фидес и греческим «пистис» в частности. Это совершенно разные понятия. И все попытки научные как-то объяснить, свести это воедино, что, может быть, какие-то есть сходства. Нет, это именно совершенно разные, видимо, вещи. Фидес – очень как бы сложный концепт, там много значений, но самое главное – это доверие слову, словесному поручительству. А вот в греческом, например, «пистис» это отсутствует в понятии, потому что там все-таки мерилом того, исполняется ли обещание или нет, является именно непосредственно сам человек. Его внутренние ощущения, должен он это сделать, не должен и так далее. Поэтому, скорее всего, именно используется используется вот это слово латинское для обозначения этих отношений, потому что римляне это чувствовали и понимали, замечали вот эту разницу. В принципе, аналога такого же в греческом нету, подаворки такой в греческом нету. Нет, ну я думаю, что в принципе есть такое понятие, как клятва, и оно во многих культурах распространено, безусловно. Ну, как Цицерон говорил, что свидетельству греков там нельзя особенно верить, именно по той причине, что они слово-то не очень доверяют, не чувствуют ценности его. У нас есть вопрос в зуме. Иван Сергеевич. Мария Сергеевна, можно? Мария Сергеевна, спасибо большое вам за очень интересный и визуально такой вот красивый доклад. Вы знаете, у меня какое возникло соображение. И я думаю, что тут еще вот эта грайка нужна для того, чтобы как-то маркировать и отличать термины, собственно, римская фидес, да, вот фидес иного порядка в аспекте правоведения, да, что вот есть фидес, как римское понятие залога, когда мы отдаем вещи на праве собственности. А вот эта фидес грайка, она именно как бы отличает тем, что она не потому, что мы ее отдаем, чтобы назад, обратно вернуть, как залог. А, видимо, вот по вашему докладу, что это обменно со всем. То есть вот может быть терминологически фидес грайка еще, чтобы как-то вот отделить от римского действительно своего природного вот этого понятия привычного экономического оборота. Спасибо большое. Большое спасибо за интересный вопрос. Вот в моей статье как раз есть этот кусочек, я просто сейчас его не стала развивать, именно, да, юридический аспект, и что, видимо, в какую-то эпоху было четкое развлечение, различали договор реальный, он же греческий, и договор, основанный на римской фидес. Это абсолютно точно, да. То есть такое еще подтверждение этого развлечения тоже есть. Спасибо большое. У нас тут еще один вопрос. Алексей Евгеньевич. Хотел поблагодарить за доклад и присоединиться к соображениям о значимости фидес в римской культуре. Не знаю, по-моему, это не прозвучало. Конечно, для культурологического вещи вы можете для иллюстрации использовать шестую книгу Иноиды, где, в общем-то, два главных греха, наказываемых в аду, это нечестие к богам и обман фидес. Но в связи с этим какой возникает вопрос? Вот слова, обычно характеризующие отношения между людьми, вроде, например, «гратия», они обычно двунаправленные. То есть это и мое отношение к кому-то, и его поведение по отношению ко мне. И с этой точки зрения, конечно, фидес Пуника, при том, что это, да, позднее вероятное употребление, представляет как такой своего рода оксюмарон. Можно, кстати, подумать, что действительно оно строилось, как сознательный оксюмарон, что человеку оказали доверие, он обманул, и в результате этого мы теперь знаем, кто он. И тогда получается, что по вашей системе, где фидес Грайка, это находится в ведении торговца, это характеризует его самого, даже больше, чем клиента, раз он не готов доверять. Он в этом смысле не совсем по-римски себя ведет. Римлянин доверяет и оказывается обманут, после чего наказывает. Да, большое спасибо за очень интересный вопрос. Ну, первый момент, что я вот сейчас подчеркнула еще раз, что я сейчас освещала в докладе только поговорку, только эти три примера, потому что на самом деле литература и исследования фидес – это прям отдельная область, очень широкая. И в настоящее время именно исследования идут по конкретным авторам. Есть исследования в Утита Ливия фидес, у Тацита фидес, сейчас последняя английская книга, кембриджская, это исследования в литературе флавиев этого понятия. То есть есть конференции, которые исследуют именно юридические аспекты фидес. Это бесконечное поле исследования, безусловно. Поэтому в Иноиде там тоже много-много, можно чего рассмотреть, каких примеров, и это действительно очень интересно. Другой момент, что, видимо, все-таки Вергилий, он отражает представление о фидес уже своей эпохе, не занимаясь историческими экскурсами. Но с точки зрения того, кто обладает вот этой фидес, да, по моему докладу, это именно торговец, но мы сейчас исходим из того, что вроде если ты покупаешь что-то за деньги, это не требует доверия. Так это очень требует большого доверия, только особого сорта. Это обмен на деньги. Ты должен быть уверен в другом человеке, что ты ему дашь деньги, он даст тебе товар. Или ты должен быть уверен, что ты ему соль даешь, а он тебе дает зерно хорошего качества. То есть это доверие, и это все-таки выражается термином фидес, но это иной вариант доверия, иная как бы концептуальная система. Мне кажется так. Спасибо большое. Если у нас больше нет вопросов и замечаний, я сейчас поблагодарю. Спасибо большое. Следующий доклад. Анастасия Алексеевна Солопова, художественная функция цвета в науке и диаметре. Зумный у нас доклад. Вот, есть презентация. Добрый день. Видно ли презентацию? Видно? Да-да, все видно. Вот, ура. Тема была уже озвучена. Художественная функция цвета в науке и любви о виде. И работа посвящена разбору вопроса о том, с какой целью и каким именно образом о виде использует цветовую лексику, а также можно ли рассматривать использование цветовой лексики как элемент авторского стиля. И гладиаторы, чтобы вам не смотреть на пустой экран, пока я делаю вводную часть. Перед тем, как говорить о функциях цвета обозначения, хорошо бы определиться с тем, что представляет собой цветовая лексика. Это слова, которые обозначают цвет, его оттенки, изменения цвета. Это обычные глаголы. Анализируется также само слово color и контексты, в которых цвет обозначается описательно и не называется напрямую. Например, выражение sinacolore, которое может использоваться для обозначения бледности. Цвет обозначения, как и любое слово, может иметь значение прямое, а значение переносное. Использование в прямом значении подразумевает беспрепятственный простой перевод на другой язык. Например, атрофавилла, черная сажа, сажа действительно черная, мы смотрим на нее, видим цвет, перевод простой. Если же встречается выражение вроде атродис, черный день, который мы видим далее, то это вызывает некоторые затруднения, и мы понимаем, что цвета у дня вообще-то нет. То есть перевод здесь требуется какой-то другой. Анализировать этот контекст точно так же, как контекст черной сажи, довольно странно. Исходя из этого, можно попытаться выделить функции использования цвета обозначения. Функции выделяются две — описательная и метафорическая. Описательная функция подразумевает использование цвета обозначения в прямом значении, буквально метафорическое в непрямом. То есть к ней будут относиться те случаи, когда помимо значения чисто хроматического есть какое-то еще, или же когда перевод требует каких-то дополнительных махинаций. И сейчас мы рассмотрим контексты, преимущественно относящиеся именно к метафорической функции, потому что времени на все не хватило бы, контексты намеренно выбраны наиболее такие спорные. Описательную функцию мы будем только упоминать. И двигаться мы будем по цветам, просто для удобства. Черный цвет встречается в науке любви сколько суммарно? Девять раз. И обычно по отношению к цвету кожи, цвету кожи эфиопов, цвету просто кожи темной в сравнении с светлой, темной кожей подходят светлые цвета, а светлые наоборот. Также по отношению к цвету испорченных зубов. В обихательной функции все эти случаи. В метафорической, вот упомянутый уже контекст, черный день, имеется в виду тот день, в который возлюбленный должен дарить своей девушке подарки, что делает день неудачным, не счастливым. Хроматический термин используется в абсолютно другом значении. Темный цвет, темные цвета, оттенки примыкают к черному в науке любви именно по случаям, когда они встречаются. Это также темный цвет кожи, цвет потемневших зубов. В описательной функции и в метафорической есть, например, вот такое использование. Бресиди темная подходит белой коже, бресиди подавала темная. Используется слово пуллором. И на русский, допустим, перевод темная, но и в русском, и в латинском переводе имеется в виду, что темная что-то, например, одежда или же темные цвета. Соответственно, в переводе приходится что-то добавлять. Можно рассматривать это как интерпретатио, как частные случаи перепразы. Также перевод небуквальный. Белый цвет самый многочисленный. И здесь следует сделать небольшое отступление. Проблема, с которой мы здесь сталкиваемся, рассматривать цветовую лексику заключается в том, что у нескольких лексем, например, у лексем бурнус и марморус, на значение чисто хроматическое наслаивается обозначение материала, то есть слоновая кость или мрамор. И в контекстах вроде вот этого, вроде мраморный театр, не всегда понятно, рассматривать ли слово как обозначение, слово мраморный как обозначение цвета, или же как обозначение материала, или и того и другого. Кажется разумным в таких случаях, если цвет материала не указан отдельно, если цветовое значение противоречит тому, что мы видим в контексте, рассматривать такие случаи, как цвета обозначения относить их к описательной функции, кроме тех, когда очевидно идет противовставление, дается противовставление по материалу. Например, если мы видим упоминание золотых и серебряных монет, или там глиняных и золотых ваз, в остальных же случаях все-таки считать в таком, например, контексте слово мраморный, и также и колоративом, цветом мрамора. Другой случай — это использование, например, кандидос, в значении ослепительной, примитивной к людям обычно. Например, эго кандидос встречается в науке любви. Я либо с безупречной кордой, либо просто ослепительной, великолепно, пышно одетой. Здесь вопрос также в том, считать ли вообще такой случай, случаем использования цветопозначения или нет. Если мы обращаемся к словарю Oxford Latin Dictionary, мы видим, что у алексана кандидос первые четыре значения хроматические, то есть это белый, белый с блеском, также значение, посвященное отдельно блеску, и только дальнейшие два значения уже переносные, то есть значение, когда мы видим, в общем, относящиеся к людям, опять-таки, ослепительный, великолепный. Из чего можно сделать вывод о том, что все-таки значение цветовое первичное и внесенность этих контекстов слова не означает также, что само слово значит ослепительный, а что это скорее слово белоснежный, использованное в значении переносного. Белый цвет, возвращаясь к, в целом, использованию колоратива белого цвета, часто используется по отношению к цвету волос, седой, канус, и обозначает, разумеется, возраст, все, вот второй контекст, и волосы, которые, как ты клянешься, были седыми с юности, женщина отказывается признавать наступление преклонного возраста и утверждает, что она все еще молода, вот это передается таким образом посредством использования алексемы канус. Надеюсь, там что-то видно, мелкий текст, но здесь в целом не так важны в точности передачи контекста. Может обозначаться алексемы белого цвета или слова, наобозначающие бледный, бледность, возникшая по разным причинам. Например, от любви, от ревности, от страха. Имеется в таком случае в виду не столько тот факт, что человек бледнеет, сколько тот, что бледность может маркироваться таким образом, что бледность вызвана каким-то фактором, например, вот опять-таки любой вредностью страхом. Соответственно, помимо значения цветового или помимо значения этого изменения и приобретения цвета, присутствует еще и причина его выдерживания. Также метафорическое использование красный цвет второй по употребительности в описательной функции используется для обозначения цвета шафрана, аметиста, песка, обогранного кровью. В метафорической, вот, например, есть такой контекст. Холмы гемета покрыты цветами пурпурного красного цвета и сочетаемость при этом имеется в виду, само собой, что не сами холмы какого-то цвета, но то, что они покрыты цветами, у которых уже красные, это, опять-таки, значение, скорее, использование не прямое, это налага, перенос значения, зависимо, условно, главное, метафорическая функция. Насчет, кстати, терминологии, функция названа таким образом, потому, что большая все-таки часть контекстов строится так или иначе на метафоре. Возможно, их сейчас будет затронуто меньше всего, потому что наиболее употребители, они вызывают меньше вопросов, чем все прочие, но тем не менее. Далее, слово «рубор», красный, красный цвет, краснота, какие-то красные оттенки используются в значении стыд, то есть в значении «пудор» довольно часто. Вот, например, один из таких контекстов. И слово «сангвинолентус», обогрённый кровью или «кроваво-красный» встречается в значении «жестокий». Возлюбленная, которая отвергает любовь, она вот жестокая. То есть слово просто, хроматический термин используется не в своём точении. Жёлтый цвет объединён здесь с золотым просто для удобства. В описательной функции используется, опять-таки, чтобы обозначить цвет шафрана, золотистый цвет волос, фугус, вепрь, какой-то такой сероватый, коричневый, коричневатый. То также жёлтым обозначается цвет теней для век, цвет плаща. И рассмотрим здесь контексты со словом «ауреус». Встречайте, например, «аура лора». Это также тот случай, когда можно дискутировать о том, обозначается ли материал или цвет, и материал или только цвет. «Аура лора» — «золотые побеги» имеется в виду венок Диониса. И здесь он, скорее всего, действительно золотой, но можно воспринимать это как символ, например, величия или могущества Диониса. И относительно таким образом к метафорическому использованию. «Аура рома» встречается в пассажах, где о виде расхваливает жизнь в Риме. Также здесь, естественно, переводить буквально такой контекст не стоит. Можно рассмотреть его, например, обыгрывание идеи о золотом реке, в котором жизнь считалась в античности какой-то идеальной, идеализированной. Зелёный цвет, как можно догадаться, как правило, чаще всего выписательные функции используются для обозначения цвета всяческих природных объектов, травы, цвета деревьев, цвета лугов, каких-то посевов. И в метафорической функции всего два контекста. Один из них такой, «Пока в зелёной коре прорастает новая ветвь». Это часть довольно длинного сравнения того, как подобно тому, как в этой коре прорастает новая ветвь, она изначально слабая и едва держится, но со временем прочнее, становится частью дерева. Так и то же самое происходит и с любовью. Здесь это лексамбиридис относится не только к коре, но и, по сути, ко всему этому сравнению с любовью. Здесь происходит уподобление, также метафорическая функция цвета обозначения. Синий цвет встречается всего три раза. Один из контекстов метафорической функции синие волосы — это синие волосы Посейдона. Имеется в виду, разумеется, что они буквально синие. Кайрулу здесь эпитет, который маркирует принадлежность вообще Посейдона к морю. И, наконец, слово color — цвет встречается довольно вот 11 раз всего. В описательной функции контекст приведен ниже. Вот цвет неба, когда воздух лишен облаков. Такие контексты довольно редки. То есть примерно, может быть, один раз на политическое произведение о виде контексты, когда какой-то цвет вот таким образом передается описателем. Мол, цвет как у чего-то, например, вот здесь он присутствует. И в метафорической функции довольно часто это лексамо фигурирует в смысле цвет лица уже какой-то конкретный. Может быть, с определением, как в случаях на экране Verus Color — обычный цвет лица, который вращается в прокритии после оконабления, или Color Aptus — подходящий цвет лица. Для влюбленного подходящий цвет лица имеется бледность. Могло определение бы не быть. То есть просто слово Color обозначает уже здоровый цвет лица, например. Что из всего этого можно заключить? Во-первых, всего ковративы встречаются 104 раза в описательной функции 44 метафорической 60, то есть большая часть использования приходится на метафорическую функцию. Это значит, что контекстов, где просто зеленая трава называется зеленой, меньше, чем тех, где есть какие-то дополнительные смыслы, дополнительные семантические наслоения, из чего можно делать увод о том, что Авидия использует хроматическую лексику вполне намеренно. Также достаточно необычным были упомянуты использования хроматических терминов в каких-то других значениях, то есть, например, санвенолентус в смысле жестокий или ругор в смысле пудор. И также можно отметить, что идея руго-пудикус, то есть упоминание стыдливого румянца в одном контексте с колоративами, обычно с колоративами белого цвета, когда на белом лице возникает красный румянец, белого с красным, встречается всего один раз, и кто очень мало в этом тематике произведения, обычно таких использований у Авидия будет намного больше. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо за такой доклад. И может быть пока зреют вопросы. Вот у меня по ходу дела возник. Если можно выключить презентацию. Можно презентацию. применительно к тому контексту, где была бресида и слово полус, не очень понятно, почему там метафорическая функция. Потому что если речь идет, например, о цвете одежды, то здесь мы имеем просто пропуск существительного, который легко можно добавить к контексту. да, идет обычное писательное. И второй вопрос, где были пурпурос колес, цветущего там какого-то поля. цвета. Здесь мы имеем перенос эпитета, но это не метафорический перенос, это перенос явления грамматического, когда у нас есть сочетание существительного с генитиком, из соответственно зависимого слова переносится эпитет на главный. но если мы вернем эпитет цветы такого цвета, поэтому мне кажется, что здесь тоже холмы пурпурные, потому что на них пурпурные цветы, то есть такого цвета. Здесь нет никакого пурпурного оттенка, здесь идет чисто грамматическая вещь, в данном случае никакой окраски здесь нет, здесь игра слов на уровне конструкции. Поняла, спасибо большое за вопрос. Это вот часть как раз этого метода, которую и стоит обдумывать, то есть насколько грамматические особенности здесь следуют ли выделять для них какую-то отдельную категорию или выделять для них подкатегорию внутри метафорической функции. Это абсолютно не то же самое, когда дается определение к существительному, например, и определение от грамматических термин. Но тем не менее действительно дополнительного оттенка здесь нет. Над этим надо еще подумать. Спасибо большое. И по поводу коры, зеленой, там тоже по-моему обычно сравнение и конкретно в том месте просто зеленый цвет имеется. Вот. Все. Спасибо, Калина. Вы слышите? Да, пожалуйста. Только единственное надо обратиться. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос касается метафорической функции вот этих вот колоратива цветовых цветовых цветов. Колоратива, да. Вы различаете эти колоративы метафорической функции, которые присущи языку, как, например, кандидус, да, красивый, это же не только о виде, это еще, ну там, катул, да, кандида, как по-русски красная девица, например, ну что-то такое присущее языку, и авторские вот такие метафорические колоративы. Спасибо большое за вопрос. Здесь, опять-таки, все это наслаивается одно на другое. Есть, разумеется, определенные устоявшиеся топосы, вот как кандиды поэлла, то есть, разумеется, в этом и проблема работы словом кандидус. Это значение уже устоявшееся, но в то же время не совсем ясно, если оно встречалось уже в поэзии, в поэзии, опять-таки, не так часто в прозе, в значении красивой, мешает ли это рассматривать вот это вот использование непрямое в качестве функции цветового термина, или рассматривать ли этот кандидус как отдельное просто использование в значении красивой, как слово с значением красивой, но относительно как бы как называется слово забыла, относительно того, как используется, как Авидис относится с традицией, встречаются топосы, которые он заимствует, и которые можно найти не только у него, и встречаются топосы, которые он намеренно трансформирует, то есть где это очень часто касается как раз это вот сочетание красного с белым, когда на белом лице проступает румянец, он намеренно обыгрывает устойчивое уже употребление каким-то новым образом, меняет лексику и меняет конструкцию, вот, и иногда это наслаивается на использование какой-то метафорической функции, иногда это просто топос, то есть это зависит от того, какой контекст. Спасибо большое, есть ли у нас еще какие-то вопросы? Спасибо еще раз, и мы переходим к следующему докладу Олеговна риторическая функция причастия Тита Лебия на материале 21 Спасибо большое. Да, сейчас я еще презентацию попытаюсь запустить. Продолжение следует... Я надеюсь, что что-то будет кому-то видно. Моя тема уже прозвучала, так что я, пожалуй, начну. Вообще обычно причастие и причастный оборот в латинском языке исследуются главным образом как элемент синтаксической структуры фразы, который может выступать аналогом предаточного предложения. И, конечно, такие конструкции особенно распространены в жанре исторической прозы, который нуждается в определенном наборе средств для передачи большого количества сопутствующих основному действию обстоятельств. Однако причастие могут быть рассмотрены и как стилистическое средство украшения высказываний. И сегодня наше внимание главным образом будет сосредоточено на риторическом аспекте употребления причастий у Чита Ливия. В качестве материала была избрана 21-я книга Бурбы Кондита, так как она содержит весьма примечательные и объемные речи персонажей. Кроме того, для сравнения будут привлечены наиболее яркие примеры использования причастия в речах Цицерона, который был для Тита Ливия своего рода ориентиром в отношении стилистической обработки высказанной. Важно отметить, что в разговорном латинском языке причастия использовались крайне редко. Поэтому их употребление в речах у Чита Ливии свидетельствует особой литературной обработке. В этом отношении очень интересное исследование было у Эрика Лаутона на материале писем Цицерона. Он замечает, что в посланиях, которые выдержаны в деловом стиле, причастий практически нет, в то время как в письмах с претензией на какую-то степень риторической отделки они встречаются гораздо чаще. И, собственно, к тем же выводам можно прийти, если анализировать частотность появления причастий и в речах у Цицерона. Если их тематика не предполагает использование какого-то возвышенного стиля или потребности в особой стилистической обработке, то причастия практически не используются. А в тех речах, которые выходят за рамки так называемого среднего стиля, причастия появляются гораздо чаще. И наш анализ употребления причастий в речах Цицерона показал, что одним из риторических приемов в них является постановка нескольких однородных причастий или причастных оборотов, которые служат определением при одном и том же слове. При рассмотрении мест, где встречается такое скопление причастий в одном падеже у Цицерона, мы пришли к выводу, что такие ряды употребляются для создания выразительного и эмоционально окрашенного описания человека. В этом отношении показательным примером является начало второй речи Цицерона против Катерины. Это первый контекст. Естественно, это место является хрестоматийным, все мы знаем его с младенчества, однако на самом деле такая концентрация причастий в речах Цицерона встречается крайне редко и это место несомненно выделяется таким обилием. Обычно же у Цицерона при описании встречается либо пара причастий, либо причастие в сочетании с прилагательным. Поэтому когда мы видим перед собой такое количество причастий, это сигнализирует о каком-то специальном риторическом приеме. Кроме того, в этом контексте содержится ряд из трех глаголов, они подчеркнуты, это иекимус, имиссимус и просекутисумус. Они нужны для создания фигуры коррекции или поправления, которые употребляются для уточнения ранее сказанного посредством более точного выражения. и сочетание такого количества причастий и коррекции позволяет передать совершенную какую-то чудовищность замыслов Катерины с одной стороны, а с другой стороны радость Цицерона от избавления от этой скверны. И, конечно, такое эмоционально окрашенное высказывание находило отклик у аудитории. Подобные комплексы из нескольких причастий можно встречить и в речи про Кай-Ле, которая причисляется к речам так называемого высокого стиля. Это контекст второй. Здесь, наверное, нужно ввести некоторый контекст. Цирон опровергал причастность цели к попытке отравления главы Александрийского посольства и в приведенном здесь контексте с помощью градации из четырех причастий и анафоры он дает краткое описание образа лицения это друг цели чтобы заставить аудиторию усомниться в том, что он собирался передать пузырек с ядом для чудовищного отравления в банях, ведь в противном случае его бы заметил и остановил отряд упальщиц. Такое употребление рядов причастий в одном падеже при описании можно обнаружить и в других речах цицерона которые относятся к возвышенному стилю однако самое большое количество причастий при описании было обнаружено в речи инписона который содержит эмоциональное обличение Луция Калькурни эпизона который приложил усилия для изгнания цицерона в 58 году до нашей эры это следующий контекст под номером 3 здесь причастий огромное действительно количество и они передают крайнюю степень эмоциональности оратора важно здесь отметить что не во всех речах возвышенного стиля цицерон использует такие цепочки причастий при описании например в веринах то есть речах против Гая вереса таких конструкций обнаружено не было чаще всего цицерон использует большое количество причастий именно для передачи определенной эмоции или чтобы вызвать определенную эмоцию у слушающих особенно если дело касается или когда-то касалось его самого и собственно аналогичное использование причастий было найдено нами и у Титоливия в 21 книге о Бурбе Кондита охватываются события второй кунической войны и в ней содержатся четыре речи это речь Ганона который выступает перед сенатом Карфагена против наделения Ганнибала властью полководца речь Алорка передающего жителям Сагунта условия сдачи города и две очень объемные речи полководцев к войскам перед сражением с цепиона к римлянам а Ганнибала к планицам и в трех из четырех речей были обнаружены пассажи где используются последовательные ряды причастий в одном падеже такие цепочки используются при описании человека либо группа людей для того чтобы у слушающих сложилось определенное к ним отношение например Ганон стремится изобразить Ганнибала очень опасным человеком которому не следует доверять руководство армии пунинцев это контекст четыре и на самом деле в нем можно и даже иногда нужно видеть аллюзию на приведенное ранее начало второй катеринарии и даже обстановка произнесения речи в обоих случаях схожа так как говорящему нужно обличить человека и заставить аудиторию разделять это обличение однако в этом контексте причастий используется не только непосредственно для описания ганнибала но и для описания других лиц то есть слушающих это обращение к аудитории концентрация причастий в одной фразе создает несомненно напряженную атмосферу и помогает изобразить ганнибала как воинственнейшего человека стремящегося к власти а также передать возмущение ганнона действиями сената карфагена подобные цепочки причастий в одном падеже используются и в речи степиона к римскому войску полководец пытается убедить только что вверенную ему армию в том что пуницы слишком измучены длительным переходом через Альпы и поэтому не представляют какой-то опасности это контекст 5 и здесь помимо скопления однородных причастий как тут большое количество тут также использована фигура дистрибуции это проюсти артус регент с нерви и мембра торрита которая предполагает описание частей одного целого по отдельности для большей выраженности какого-то признака это несомненно создает описание солдат Ганнибала очень эмоциональное и образное и оно должно было вызвать несомненно презрение к ним у римских солдат чтобы убедить свое войско в том что поражение пумийцев неизбежно сцепион также обращается и к недавнему прошлому когда отец Ганнибала вынужденно пошел на условия римлян это контекст 6 эта фраза построена на анафоре и синтаксическом параллелизме которые позволяют дать Гамилькару определение направленное на создание его образа как обреченного и во многом неудачливого полководца интересно здесь отметить сочетание причастий Фремонт с Майеренсквы которые использованы рядом и имеют в общем-то синонимичное значение они здесь использованы для усиления эмоционального воздействия на аудиторию такой прием часто можно встретить в эпосе Вергилия в речи Ганнибала к войску также содержатся цепочки причастий в одном падеже для описания армии соперника и служат такие конструкции той же цели что и у сцепионом создать какой-то неприглядный образ стану неприятен это контекст седьмой эффект от фразы с обилием причастия для описания усиливается здесь фигурой аноминации это игното игнорантиквы которая предполагает использование однокоренных или близких по значению слов для языковой игры то есть с войском неизвестным своему предводителю и не знающим его такая же фигура используется титом ливием в речи ганнибала и вторично наряду с синтаксическим параллелизмом и антитезой это контекст восьмой здесь использованы по сути те же два причастия игнотос интерсе игнорантеску ну и наверное нужно отметить что сам факт наличия рядов причастий в речах отмечался например Эриком Лаутеном в его работе посвященной причастиям от Зоцирона однако в его книге он связывался с необходимостью привести большое количество деталей в какие-то сжатые сроки чтобы не терять темпа речи то есть по сути такие группы причастий скопления причастий не рассматривались как именно риторическое средство а какие выводы напрашиваются что последовательные ряды из нескольких причастий причастных оборотов в одном падеже который относится к одному определяемому слову Тит Ливии вслед за Зоцироном использует в речах своих персонажей для более экспрессивного эмоционально окрашенного изображения характера такое употребление в определенных местах речей выступает риторическим средством создания яркого и живого образа и усиления впечатления эмоционального воздействия на аудиторию на этом у меня все большое спасибо спасибо коллеги будут ли какие-то вопросы если можно выключить презентацию чтобы было видно у меня скорее такой небольшой комплимент выжимка для изучения латинской грамматики очень здорово для людей находящихся на начальной стадии как школьный материал даже вот эта методичка я думаю что если вы напишите методичку я серьезно совершенно будет очень здорово спасибо большое спасибо большое к вопросу методички действительно тут заметно что первые три контекста содержат обилие акузативов фурентем ангелантем и так далее вот а у Ливи все-таки больше падежей больше да вот это случайность или просто так примеры выбраны или все-таки действительно эсцерона в основном в затихе да это не случайность это не просто да в общем-то все в той же книжке Эрика Лаутона посвященной причастию эсцерона он подсчитал в процентном соотношении в какой пропорции в каких падежах используется причастие эсцерона чаще всего и в общем-то неудивительно что оказалось что это в общем-то только винительные и винительные и винительного даже больше и вот в этих цепочках в принципе только винительные да если это какая-то цепочка из большого количества причастий то это именно винительный падеж насколько я помню остальные падежи составляют где-то полтора процента от всего количество употреблений причастных. Что касается Тита Ливия, то у него этого, конечно же, гораздо больше. Например, это Кайсу Викту Гиркомсевс у меня в своё время очень сильно потрясло. Да, облотив встречается действительно. То есть у Ливии причастие... Да, да. Ну, в общем-то, уже можно сказать, что причастие развивается и у Цицерона, и эти полтора процента — это уже большое достижение, потому что, например, у Плафта они не используются в принципе ни в каких падежах, кроме именительного и винительного. То есть, ну да, полтора процента, ну чем богатые. Это уже здорово, уже хорошо. А у Тита Ливия ещё больше. И много облотивов действительно, да. Спасибо. Еще какие-то... Наверное, нет вопросов, нет. Наверное, не сядли. Хорошо. Тогда мы поблагодарим Анну Альбову. Последний доклад сегодня Анна Сергеевна Смирнова, имене лучше Драуфовна Шарихина распространение в риторической теории Ломоносова. И амблификация в сочинении Кассе выполнена в связи с москосноречия. Сопоставительный анализ. Сопоставительный анализ. Да, вот тоже это и... Добрый день. Хорошо ли меня слышно? Надеюсь, что да. Я Анна Сергеевна Смирнова за двоих. Значит, прием риторического распространения представлен особой концепцией в кратком руководстве Красноречию Михаила Васильевича Ломоносова. Классификации и способы создания этого приема отличаются от классического понимания амблификации. Так, характерным является выделение двух родов распространения, которое не отмечается, например, в истории амблификации, приведенной в фундаментальном труде Генриха Лаусберга. Нужно сказать, что из теоретиков риторики Ломоносов главным образом упоминает и цитирует авторов. В его риторике нельзя встретить имена, с которыми он полемизирует или наоборот соглашается. Однако, исследователям биографии и деятельности Ломоносова известно, что сохранился экземпляр риторики Николя Кассена, которую Ломоносов читал и изучал с карандашом и с первым в руках. И мы, предполагая, что в подходе Ломоносова вероятно особым образом объединяются и систематизируются разнообразные концепции расширения речи, решили исследовать влияние трактата Николя Кассена на риторическую теорию Михаила Васильевича Ломоносова. Наши исследования делятся на несколько этапов. Описание распространения его видов Ломоносова, описание амплификации ее видов в трактате Кассена в сопоставлении с распространением Ломоносова и установление пути возможного влияния сочинений Кассена и через его посредство псевдолонгина на теорию риторического распространения в кратком руководстве красноречия. Прием риторического распространения описан Ломоносовым уже в первой его риторике в 1744 году. Да, это был подносной экземпляр, который не печатался при жизни автора, однако мы можем его читать. И вот там написано «Понежий ритор должен слушателей или читателей о справедливости предложенные темы удостоверить», для того надлежит, чтобы слово его было ясно. Этому, в частности, служит распространение, а распространение есть совокупление многих рассуждений к одной материи, принадлежащих и онуяснее и важнее представляющих. В основе этой дефиниции находится главное структурно-смысловое свойство распространения – соединения в одном высказывании нескольких идей, относящихся к одной теме. Причем необходимым условием для выбора является ясность стиле значимости этих идей. В кратком руководстве красноречию Ломоносовской риторики, опубликованной в 1748 году, концепция распространения была существенно дополнена и переработана. Это выражено уже в его определении, которое также вы можете видеть на слайде. Распространение и риторическое есть совокупление идей к кратким предложениям, которые их изъяснить и в уме живее представить могут, и посему риторические распространения не должны быть пустые собрания речений, мало или ничего к вещам принадлежащих, которые больше разума тягощают и отнимают краткого слова ясность. Заметим, что ясность остается главной целью распространения. Новым является оценочный компонент коммуникативной характеристики высказывания. Лишь та идея рассматривается как подходящая для распространения, которая не только проясняет краткую мысль, но и, возможно, является необходимой для ее прояснения. Согласно Ломоносову, распространение реализуется на двух уровнях. Идейно-смысловом суждение распространяется идейно и синтаксическом за счет этого периода приполняется. В его классификации распространение разделяется на два рода умножительный и увеличительный. Оба в том сходны, что слово распространяет, но тем разнятся, что первое больше расширяет и служит к выполнению периодов, второе придает ему при том больше важности. Ломоносов не дает определения видов, в его теории они представлены описательно. Содержание умножительного распространения зависит от риторических мест, используемых для его составления. Ломоносов приводит 14 мест, например, от свойств материальных пространное море, от чувств румяной и благовонной розы, от страсти и любовной и веселой беседы. Другой способ создания этого рода распространения это фигуры речень. В плане выражения умножительное распространение синтаксически реализуется на уровне словосочетания. Оно может быть однословным или состоит из более чем одного слова. Увеличительное распространение создается только в местах риторических. Например, от рода и вида распространяется слово, когда вместо рода будешь исчислять знатнейшие виды. Например, вылетают роем пчелы в поле нападают на лелея с фиалок сладость собирают белый воск с нарцесса похищают и колючим тернием розовую мянцу своего защитить не может сосут приятную влажность из пионов и сладкую росу пьют с малиной. Вечер из 16 риторических мест, включающие те, на основе которых создаются умножительные распространения, сопровождаются Ломоносова описаниями и комментариями. Поскольку в создании обоих видов распространения участвуют риторические места, разница между этими видами не качественная, а количественная. Умножительное распространение реализуется на уровне словосочетания, а увеличительное на уровне предложения, чаще сложного синтаксического целого. Увеличительное распространение создается благодаря подробному описанию идей, причем оно должно соответствовать требованию уместности и значимости. В истории европейской риторики существует множество подходов к пониманию расширения речи. В соответствии с ними сложились две формы, которые условно называют горизонтальной и вертикальной амплификацией. Первая означает увеличение длины дискурса, вторая способствует усилению мнения аудитории о важности предмета. В классический период этим формам соответствовали два подхода к расширению речи, которые отражены в двух терминах. Первый ауксисис предполагает интенсивный подход к развитию темы речи, служит для расширения отношения слушателей к важности темы. Его целью является расширение значимости аргументов автора. И термин перибола выражает экстенсивный подход, то есть количественное увеличение дискурса и стилистическую орнаментацию. И многие авторы сочетали оба подхода. Если рассматривать виды распространения, указанные Ломоносовым сквозь призму этого разделения, умножительное распространение можно отнести к горизонтальной амплификации, а в то же время увеличительное распространение, по-видимому, совмещает признаки горизонтальной и вертикальной амплификации. Отдельно замечу, что в функционально-стилистической характеристике увеличительного распространения Ломоносовым отмечена следующая особенность. Он предостерегает читателя от наделения этого вида распространения функции повышения стилевого регистра речи. Сочетание возвышения слова рассматривается автором риторики в одном ряду с понятиями украшения и устремления слова и является синонимом возвышенного слога или высокого стиля. Необходимость подчеркивать это различие едва ли очевидна, так как ни в предшествующем, ни в последующем контексте риторики о смешении этих понятий речи не идет. И наши исследования показывают, что Ломоносов и здесь следует за псевдолонгином, причем через Кассен. У Кассена амплификация – это некая обилие, состоящее из всех относящихся к делу пределов или границ и мест, которые обстоятельным развитием усиливают речь. Таким образом, во-первых, обилие – это не многословие, поэтому через амплификацию прямо создается текст речи, возвышающийся на некотором изящном обилии без излишней напычности. Это обилие достигается не пустым обманом слов или шумом созвучий, но перечислением всяких лучших свойств предмета. Поэтому Ломонгин добавил Апоту Пантантон Эпиферумелом, то есть Прагмусин. Это определение приема амплификации, взято Кассеном из сочинения о возвышенном псевдолонгином. Таким образом, сравнительный анализ определений амплификации у Кассена и риторического распространения у Ломоносова позволяет нам включить в сопоставительный контекст риторику псевдолонгина. Особое внимание Ломоносова, в частности, к этому фрагменту, проявляется в обилии помет, обнаруживаемых в издании риторики 1626 года, которым пользовался Михаил Васильевич Ломоносов. И здесь на полях можно видеть его оригинальные знаки нота Бена, плюсы, вертикальные скобки, сокращение DEF, что значит DEFINITIO, определение, и подчеркивание отдельных строк, которые каким-то образом повлияли на риторическую теорию Ломоносова. Сомнение определения амплификации у Кассена и распространение у Ломоносова позволяет отметить следующие общие моменты. Во-первых, это касается, собственно, структурно-смысловых элементов расширения речи, которые, правда, у обоих авторов обозначаются по-разному. У Кассена рейрон термине, то есть пределы, относящиеся к делу, и места Локи, которые в совокупности создают амплификацию. У Ломоносова краткие предложения, которые дополняются идеями. Если принять во внимание то, что предложениями в его риторике называются сложенные идеи, то структурное распространение будет выглядеть как присоединение одного элемента к конструкции, состоящей из двух элементов. При этом в определении Ломоносова, в отличие от амплификации, элементы высказывания, расширяющие речь, структурно отделены от элементов, подверженных расширению. Определения амплификации и распространения близки тем, что указывают на количественное расширение высказывания. В риторической теории Николя Кассена амплификация подразделяется на два вида, взятые им у псевдолонгина. Особенно же часто два рода амплификации. Один, получается, через увеличение, которое, собственно, называется ауксисис, а другой через дейносис или нагромождение слов. В ауксисис и дейносис совпадает то, что оба рода делают речь больше, но одно имеет большее расширение и пышного описания, другое усиливает речь более значением и свойствами вещей, чем словами. Итак, ауксисис состоит не в количественном расширении, а в качественном, то есть представляет собой тот тип речи, который принято называть сейчас вертикальной амплификацией. Второй вид дейносис состоит в количественном расширении и, следовательно, соотносится с горизонтальной амплификацией. Таким образом, приведенная классификация является авторским Кассеновским переосмыслением пассажа из трактата о возвышенном и на это указывает и сам Кассен, анализируя развитие теории амплификации в риторике, обосновывая свое предпочтение той позиции, которой придерживается псевдолонгин. Хотя Лонгин не утверждает, что это разделение точно, но когда он перечисляет некоторые формы амплификации, он сразу добавляет, что их множество. Их много, если все рассматривать отдельно. Но я считаю, что можно все значения амплификации отнести к двум основам, к фигурам и местам. И это имеет отношение к тому, когда он говорит, что амплификация случается через топогориен и дейносис. Через топогориен он не выразил ничего другого, кроме разного употребления всевозможных мест. Через дейносис нагромождение слов, которое достигается с помощью восклицания и других инструментов фигур. В этом обосновании Кассен дает из псевдолонгина другую пару греческих терминов, обозначающих виды амплификации. Топогория, что является гапексом из трактата возвышенным. В словаре Эрнести можно прочитать, что это в определении локи коммуни с трактатио, то есть обсуждение общего места, и дейносис, то есть нагромождение. Остается неясным, соответствуют ли друг другу пары ауксисис, дейносис с одной стороны и топогория дейносис с другой. Далее Кассен дает описание видов амплификации с помощью латинских эквивалентов. Кельса экзагератио и фузоамплификатио. Между ними существуют различия. Кельса экзагератио распространяет речь, дополняя ее новыми элементами, которые усиливают важность темы, а фузоамплификатио расширяет дискурс с помощью риторических фигур. При этом тема высказывания не меняется. Для первого способа характерно постепенное расширение темы или градация, для второго – замедление, удержание внимания на одной теме. Как видим, Кассен и Уманусов указывают два вида амплификации. При этом Кассен приводит несколько пар ее видов, которые также дает описательно. Можно заметить одно из отличий теории Кассена и Уманусов, которая проявляется в описании понятий Кельса экзагератио и фузоамплификатио. Как было сказано, в основе противопоставления умножительного и увеличительного распространения у Уманусов находится скорее структурный параметр, синтаксический уровень словосочетания либо предложения. В классификации Кассена акцент делается на содержательном параметре. Первый вид основан на приеме и расширении темы и градации, второй – на основе удержания внимания на одной теме и замедлении. Такого противопоставления у Уманусов нет. Более того, в заключительном параграфе раздела о риторическом распространении он советует располагать идеи в порядке нарастания важности сообщения Лома. И, наконец, к выводам. У Кассена и Ломоносова общим является указание на два вида. Имеющиеся в нашем распоряжении свидетельства знакомства Ломоносова с определением амплификации у Николя Кассена в трактате о духовном и светском красноречии, а также общие смысловые компоненты понятия амплификации и распространения позволяют указать на влияние трактата Кассена на риторическую теорию Ломоносова. Также широкое усвоение переосмысления идей, отраженных в сочинении о возвышенном псевдолонгене, что мы замечали у Кассена, позволяет увидеть в таком заимствовании и переосмыслении один из путей влияния греческого трактата на риторическую теорию Ломоносова. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, пока очень плохо слышно. Ой, извините. Амплификация как принцип может выражаться по-разному в разных фигурах. И если я правильно помню, всё-таки Ломоносов определяет фигуры, которые используют теорию Ломоносова. У него описание фигур тоже, конечно, отдельно. Но вот это распространение также отдельно в голове присутствует. в теоретическую часть. Спасибо большое. Спасибо. Преаги. цы. Спасибо. Субтитры добавил. Теперь были современные термины. Горизонтальная. 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 Горизонтальная апплификация. Чья? Это кто это? Это, если я не ошибаюсь, Коффман. Не могу ошибаться, но я могу сейчас посмотреть и сказать вам, откуда это. То есть это 20 века? Да, да, да. Из литерического славян. Завтрашний, заключительный день конференции.